Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы с вами на библейском портале экзегет. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами читаем третью книгу Маковеев. Сегодня шестая глава. Царь Египта собирает всех евреев, которые живут в Египте, на ипподроме. Хотя, скорее всего, он собирает только часть народа, собирает на ипподроме, чтобы на них спустить слонов, которые должны их растоптать. Бог делает так, что царь откладывает эту казнь, но дело идет уже все-таки к погублению евреев. И вот как раз шестая глава рассказывает, как Бог спас евреев. Читаем и комментируем. Между тем, некто Елизар, уважаемый муж из священников страны, уже достигшей старческого возраста и украшенной в жизни своей всякой добродетелю, пригласил стоящего огня старцев призвать святого Бога и молиться так. Имя Елизар встречается неоднократно в священном писании. Это имя носил первый, точнее, второй первый священник после Аарона. Когда используется это имя, показывает, что этот священник был действительно благочестивый. Священник страны, имеется в виду страны египетской, он уже старый. И вот они молятся. Молитва отчасти напоминает молитву первого священника, который молился в Иерусалимском храме, первого священника Симона. Используют те же образы. Ну и можно провести даже кое-какие параллели. Ну давайте прочитаем эту молитву. Царь всесильный, высочайший Бог Вседержитель, милостиво управляющим всем созданием, презри отец на семя Авраама, на детей освященного Иакова, народ святого дела, твое странство и в земле чужой, и неправильно погубляемый. Ну, здесь Бог называется Вседержителем, по-гречески это пантократор, то есть тот, кто держит все в своей власти. Евреи называют его отец, указывая на то, что они произошли от Бога и находятся в особых отношениях с Богом. Они семья Авраамова, они дети Иакова, народ святого удела. Здесь есть отсылка на 19 главу книги Исход, где Бог через Моисея обращается к евреям и говорит, «Если вы будете исполнять мой закон и сохранять завет, то вы будете уделом моим святым народам, людьми, взятыми в удел, выделенными из всех других народов». Дальше. «Ты, фараона, прежде властителя Египта, имеющего множество колесниц, превознесшегося беззаконной дерзностью, высокомерно речами погубил с гордым его войском, потопив море, а роду ежедральскому явил свет милости». В молитве Симона тоже вспоминается фараон. И понятно, почему фараон, царь Египта, и этот фараон, который сейчас стремится погубить евреев. И как бы так, ты погубил того фараона, и ты победишь этого царя. «Ты жестокого царя Ассирийского Синахирима, тщеславившуюся бесчисленными войсками, покорившую мечом всю землю и восставшую на святую городу, в гордости и дерзости превозносивших луни изложил, явно показав многим народам твою силу». Здесь история, может быть, менее знакомая, потому что она описывается в книгах царств. Так вот, царь Ассирийский Синахирим окружает Иерусалим, готовится его взять, и у Иерусалима уже нет никакой надежды, но Бог посылает своего ангела, который проходит по стану Ассирийскому, и в стане Ассирийском начинается мор, и Синахириму приходится снять осаду и уйти. Об этом походе есть намек в одном из археологических памятников, так называемом «Призбе Синахириба», где он пишет о том, что он запер царя Иерусалимского в его городе, но не пишет о том, что взял этот город. Здесь тоже царь и тоже войско. Царь Ассирийский и его войско были погублены Господом. И здесь царь Египетский и его войско, оно тоже может быть погублено Господом. Следующее. «Ты трех отроков в Вилоне, добровольно придавший жизнь своему огню, чтобы не служить суетным идолам, сохранил невредимые до волоса, оросив рожженную печь, а пламя обратил на всех врагов». Ну, здесь понятна история, которая описывается в книге пророка Даниила в третьей главе, когда трое отроков отказались поклоняться, их бросили в печь, и там они были спасены. Здесь, что интересно, указано, что Бог оросил эту рожженную печь. Вот фраза про росу, она встречается в так называемой неканонической вставке или в неканоническом дополнении молитвы о Заре и песне трех отроков. Ну, и здесь тоже понятно, евреи находятся практически перед смертью, и Бог может их спасти, как спас этих трех отроков. Следующий пример. «Ты, Даниила, клеветами зависти верженного в ров на растерзание львов, вывел на свет невредимым. Ты, отец Иону, когда он безнадежно томился в очевидке кита, обитающего в глубине моря невредимым, показал всем его приистным». Здесь две истории. История Даниила, который спасся от львов, и история Иона, который спасся от кита. Евреи знают, что против них нашлют слонов и животных. И, соответственно, вот этот пример, он тоже понятен. Бог спас своих праведников от животных, и он спасет евреев и сейчас от животных. «И ныне, отмститель, обид, многомилость и покровитель всех, явись вскоре сущим от рода Израилева, обидим от мусных беззаконных язычников». Ну, здесь, что интересно в этом прошении. «Ты, отмститель». Обратите внимание, что евреи не считают, что они будут мстить, но сам Бог их защитит, и он накажет, в данном случае, «Он мститель» — это тот, кто наказывает за те гонения, которые они терпят. Они невиновны, и поэтому Бог их защитит. «Если же жизнь наша в переселении наполнилась нечестью, то избавив нас от руки врагов, погуби нас, Господи». Какой тебе благоугодной смертью? Очень интересная мысль. Значит, что просит священник? Он говорит, «Господи, спаси нас сейчас, а потом, если мы все-таки нечестивые, и поэтому мы страдаем, ты накажи нас, и пускай мы умрем. Но не сейчас, не здесь». Почему? Ответ дается дальше. «Да не сласует суеверу, суетных идолов, за погиби возлюбленных, говоря, не избавит их Бог их». То есть, «Господи, спаси нас, спаси нас сейчас, чтобы язычники не хулили тебя и твой народ. Лучше мы потом умрем, но сейчас спаси нас. Ты же вечный, имеющий всю силу и всякую власть, призви ныне, помимо нас, по несмысленному насилию беззаконных, лишаемых жизни, подобно зоумышленникам». Снова просьба о спасении. «Да устрашайтесь теперь язычники, и непобедимы, могу считаю, приславные, обладающие силой спасти род Иакова». То есть, спасение евреев сейчас должно показать силу Божию. «Умоляю от себя все множество младенцев, родителей и со слезами, да будет явно всем язычникам, что с нами ты, Господи, и не отрати лица твои от нас, соверши так, как сказал ты, Господи, что и в земле врагов их не презришь их». Ну, обращение к тому, что Бог не наказывает невиновных, а младенцы невиновны. Бог покажет свою силу. Вот фраза «Не отрати лица твои», «Не отрати лица твои от нас». Это, конечно, антропоморфизм, когда Богу приписываются человеческие черты. Ну, и понятно, когда, если нам кто-то не нравится, мы отворачиваемся от него. Евреи просят, не отворачиваясь от нас. И здесь идет отсылка к пяти книжам, книге Второзакония, когда Бог обещал евреям, что даже если они будут уведены в плен, но там они покаются, Господь их не забудет и вернет в родную землю. Хорошо. Идемте дальше. Каков же ответ на молитву священника и этих евреев? Только что Елизар окончил молитву, как царь со зверями и со всем страшным войском пришел на ресталище. Ну, ресталище это ипподром. Звери это те самые слоны, которые были накормлены ладаном и напоены неразбавленным вином. Когда увидели его иудеи, подняли громкий вопль к небу, так что и ближайших долин огласились эхом, возбудили унижимое сострадание во всем войске. Ну, отчасти это понятно, почему войско там сострадало, хотя, скорее всего, тут имеется в виду вообще все окружающие, потому что одно дело война, другое дело истребление безоружных женщин, детей, там, стариков, ну и тем более мы можем говорить даже о согражданах египтянам. Когда великославный Вседержитель истинный Бог явил святое лицо свое отверстие небесное врата, из которой сошли два славных и страшных ангела, видимые всем, кроме иудеев. Первосвященник молился о том, чтобы Господь явил свое лицо, не отворачивал свое лицо, и вот Господь являет, и он открывает небесные врата. Очень интересно, что евреи несколько раз говорили, что они стоят перед вратами смерти, или вратами ада, вратами Шеола, они готовы там уже сойти в эту могилу, однако тут же открываются небесные врата, противоположные врата, и сходят два ангела. Господь посылает ангелов, ангелов двух, как когда-то были посланы, послан ангел, один на войско Синахерима. Они стали против войска, исполнились враги смятений и страхом, связались с неподвижными узами, также и тело царя объял трепет, раздраженную дерзость, его поздикло забвение. Тогда слоны обратились на сопровождающих вооруженное войско, попирали их и погубляли. Вот когда-то царь пытался войти в храм, и бог остановил его, и он там впал в паралич. Отчасти это повторяется. То есть как бы языческого царя могло сложиться такое представление, что вот почему он там был парализован, когда вошел в Иерусалимский храм? Потому что там дом бога евреев или бога Израиля, земли Израиля. А вот сейчас в Египте там другие боги, другая земля, и бог Израиля не имеет тут власти. Однако бог показывает, что власть он и здесь имеет. Хорошо. Читаем дальше, какова реакция царя на то, что с ним происходит. Гнев царя прекратился в жалость и слезы о том, что при тем он ущерялся исполнить. Ибо когда услышал он крик иудеев, видел и всех преклонившихся на их погибель, то заплакав, с гневом угрожая друзьям своим и сказал. Книга Маковеев показывает царя Египта, такого мечущегося с одной кральности в другую. То он хочет погубить евреев, то наоборот он хочет их спасти. Но когда дело доходит до объяснения его поступков, он все время перекладывает вину на другого. То есть кто виноват в том, что Бог наказал царя в Иерусалимском храме? Евреи, которые его не пустили в этот храм. Кто виноват в том, что он собирался погубить евреев в Египте? Его ближние и его сторонники. Итак, что он говорит своим приближенным? Вы злоупотребляетесь властью и превзошлись жестокостью тиранов и меня самого, вашего благодетия покушаетесь лишить власти жизни, замышляя тайны, неполезные для царства. Я не виновен в том, что я хотел погубить евреев. Это вы меня так подтолкнули и более того, вы это сделали специально, чтобы погубить меня и захватить власть. Тех, которые так верно охраняли укрепление нашей страны, кто безумно собрал сюда, удалив каждого из дома? Ну, ответ, тут стоит вопрос, конечно, ответ, кто? Это сам царь, но он тут перекладывает вину на других. Кстати, отчасти он говорит правду, верно охраняли укрепление нашей страны. евреи, которые жили в Египте, они никогда не устраивали какие-то бунты, какие-то там интриги против царской власти. Тех, которые издревле превосходили все народы преданностью нам во всем и часто терпели самые тяжкие угнетения людей, кто подверг столь незаслуженному позору? Не я. Да нет, к сожалению, это царь сделал. Разрешите, разрешите неправедные узы, отпустите их с миром в свои дома и спросив прошение в том, что прежде сделано освободить снов небесного вседержителя живого Бога, который от времен наших предков даны не предавал непрерывное благоденствие и славу нашему царству. Здесь он не только призывает отпустить евреев, но еще и признает власть Бога. Конечно, это не сделало из него почитателям истинного Бога, но вот он его исповедует. Вот что сказал царь в ту же минуту разрешенный и избавивший от смерти прославляя своего святого спасителя Бога. После того царь, возвратившись в город и призвав заведующим расходуем, приказал в продолжении семи дней давать людям вино и прочее потребное для пиршества, положив, чтобы они на том же месте, на котором ожидали себя и погибели в полном веселье, праздновали свое спасение. Тогда небывшие притем в поругании и находившиеся в лес ада или лучше нисходившие в ад вместо горькой плаченной смерти учредили пиршества спасения и полной радости разделили для возлежания места, приготовленного на погибель и могил. Ну, понятно, здесь описывается праздник. Оставишь жалостнейшую песню плач, они начали песню отцов, восхваляя спасителя Израиля и чудо-творцу Бога. И отвергнув все сетвания и рыдания состояли хоры знамений мирного веселья. Вот что за песнь отцов? Вопрос. Может быть, это пятнадцатая глава книги Исход, которую воспели евреи после перехода через Черное море. Возможно это. Равный царь, оставив по всему случае многолюдное пиршество, выражал свою признательность к небу за славу торжественное дарование им спасения. Ну, признательность к небу, в данном случае небо это естественно Бог. Евреи иногда использовали вместо слова Бог или Господь такие слова как небо, живущий на небе. Иногда даже в более поздний период они говорили Хашем имя, чтобы не указывать на Бога. Те же, которые обрекали их на погибель и на пищу хищным птицам и с радостью делали им перепись теперь объятые стыдом властинали дышавшие их дерзость угласно с позором. Понятно, что они чувствуют, что это кончится их наказанием и отчасти так и произойдет. Об этом будет сказано уже в следующей главе. Ну, а мы читаем еще шестую. А люди, как сказали мы, составили упомянутый хор, отправляли праздницы с радостным словословием и псалмопениями. Они сделали даже общественное постановление, чтобы во всяком населении их роды и роды радостно праздновали означенные дни не для пяти пресыщения, но впаяние бывшие им от бога спасения. Вот если сравнивать историю, которая описана в книге Маковеев, то она отчасти не совсем, но отчасти похожа на ту историю, которая описывается в книге Исфирь. Там тоже евреям грозит опасность, там уже идет дело к погибели, но в самый последний момент все меняется. И после спасения евреи устраивают праздник, который получил название Пурим. Вот об этом празднике, который здесь описан, нет упоминаний в иудейском предании, возможно, оно было только в Египте, дальше не вышло, в отличие от Пурима, но упоминания праздника есть только в этой книге. Потом они предстали царю и просили отпустить их в дома, перепись их производилась с 25 дня месяца Пахона до 4 месяца Епифа в продолжении 40 дней. Погубление их назначалось от 5 дня месяца Епифа до 7 в течение 3 дней, в котором славным образом явился милость владыка всех и спас их невредимы и всецело. Здесь упомянуты месяцы Пахон и Епиф. Пахон это у нас 9 месяц, Епиф это 11, Пахон это приблизительно апрель месяц, Эпиф это где-то июнь месяц, ну и соответственно между этими датами 40 дней об этом говорилось, когда шла эта перепись. Праздновали довольствие всем от царя до 14 дня, в котором они и предстали прошение об отпуске их. Царь, соизволив их, великодушно написал в их пользу своей подписи следующее послание городским начальникам. И на этом заканчивается 6 глава. Уже в 7 главе будет приведено это послание, это письмо. Ну и мы дочитали эту главу, в которой рассказывается о том, как Бог спас евреев от гибели. Мы с вами были на библейском портале Экзегет. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Спасибо за внимание. Всего доброго.